в Москве вечером, и мы вещаем с вами вместе со Светочкой Лавровой, которая, кто сегодня первый раз, опять-таки находится в режиме автономии. Когда вдруг это произойдет, мы узнаем первые, когда Света решит, скажем так, чем-то полакомиться. Но пока Светлана находится в режиме автономии, у нее раскрываются все больше и больше способностей и разные возможности. Она все больше и больше открывает возможности другим, потому что марафоны один за другим идут, темы разные, потому что по мере востребованности, друзья, все идет. И мы сегодня снова с вами приветствуем Светлану, как через канал в YouTube, так и в Zoom. Друзья, готовьте вопросы, а Светочка, Светочка у нас, да, супервумен, автоном. Мы тебя приветствуем, Светолия. Как дела, что произошло за неделю? Ой, я тоже вас всех приветствую. Что произошло за неделю? Ну, такого особо ничего не произошло, чтобы могла там прям совсем похвастаться. Но могу сказать, что сейчас так получилось, что, видимо, такой период какой-то, не знаю, может быть, у меня так как-то вот откликнулось, что сейчас у меня получается очень много людей. Ну, как очень много? Для меня много. У меня сейчас шесть человек, вот седьмая, наверное, будет девочка тоже с онкологией. Вот, обращаются с онкологией. И могу сказать, что если мы начинаем прорабатывать себя, потому что онкология, что такое онкология? Мы же, у нас же их клетки, клетки, они как бы как все единые, наверное, да? Нет такого, что вот это вот раковые клетки, вот это вот клетки там, что грибковидный, там еще что-то. У нас есть клетки, и у нас есть, как ни крути, есть паттерн поведения, который мы несем от мам, от бабушек, от прабабушек. Это те моменты, которые мы по каким-либо причинам не прорабатывали в свое время. И у нас как будто бы как пружина, наверное, в нас она сидит, вот эти вот непроработанные моменты. И мы все их сжимаем, сжимаем, сжимаем до какого-то определенного момента. И если люди не могут это вскрыть, это высказать, это выплеснуть, это как-то разобраться с собой, решить собой, откладывают это все в дальний ящик по каким-то причинам. Либо просто есть такие люди, которые не хотят лишний раз о себе говорить, им кажется, ну что я буду там свои какие-то проблемы вытаскивать наружу, я лучше посижу, помолчу. И вот этот вот негатив, вот так назовем, он остается в нас. И в какой-то момент он выстреливает. И выстреливает как? Выстреливает, как правило, в какую-нибудь болезнь. И эта болезнь, она как раз и выражается, наверное, не потому что у нас какие-то клетки объявились, а это выражается в том, что у нас некоторые из клеток как бы взбесились, да, если посмотреть на эти клетки, если есть вот такая вот возможность, чтобы просто углубиться в самого человека, углубиться в самого себя, углубиться в человека, который на сегодняшний день по каким-то причинам страдает онкологией, то это именно те клетки, которые в хаотичном порядке начинают развиваться. И чтобы эти клеточки убрать, их как? Их убрать совсем не получится, потому что это наши клетки нашего организма. Мы можем не просто их убрать, а мы можем их как бы немножечко внутри себя успокоить. Успокоить как? Либо мы вытаскиваем эти закапсулированные наши страхи, наши обиды, наши недоговоренности, наше поведение, которое передалось нам от наших родственников, и начинаем этот клубочек раскручивать. Когда мы начинаем этот клубок раскручивать, то наше тело понимает, что как бы, ну, уже не так удобно эта болезнь для человека, который там либо в лежачем состоянии уже, либо просто болен. И тогда мы уже начинаем эти, убирать эти клеточки. Это уже другим способом она как-то, я даже не знаю, как это правильно сказать, не то, что другим способом, а по-иному это убирается. И когда человек начинает себя открывать, когда человек начинает заниматься сам собой, когда человек начинает раскрываться перед самим собой, он вступает в такую как бы гармонию с самим собой. И когда он вступает в эту гармонию с сам собой, то у него вот эти вот клетки, которые сошли с ума, их так назовем, да, раковые, они начинают успокаиваться. И когда они успокаиваются, начинается как раз вот этот период, когда болезнь отступает. Это я вам говорю не медицинским языком, а так, как я это вижу. И когда мы начинаем успокаиваться, когда мы начинаем гармонизироваться с самим собой, то эти клеточки у нас бешеные, они как бы успокаиваются. И со временем здоровые клетки преобладают над вот этими, в которых уже была заложена вот эта вот предрасположенность, так скажем. И они постепенно у нас отходят. Но это может случиться абсолютно с каждым. То есть у нас же нет такого, как говорят, предрасположенность к раку, потому что раковые клетки есть у всех. Это не раковые клетки, это клетки, которые повели себя иным образом. Именно поэтому это одно из немногих заболеваний, онкология, которая лечится самим человеком. И лечится самим человеком достаточно успешно. И если мы еще будем помогать себе сухими днями, то это будет вообще здорово. Но у меня есть две девочки, которые не могут сейчас пока выйти на сухие дни, потому что как только они убирают таблетки, у них сразу же открывается кровотечение. И могу, наверное, сказать, что у одной девочки она уже немножечко, ну как немножечко, достаточно множечко проработав себя, она уже начала вставать, она начала ходить. И скоро она начнет уже танцевать и бегать. Я могу скинуть вам в своем инстаграме, выложить в сторис ее рисунки, которые она делает. Когда мы начали прорисовывать ее, ее гуляющую, ее радующуюся. Это невероятные рисунки, то, что у человека идет изнутри. И хотела бы, наверное, еще обратиться ко всем. Ребят, если вы думаете, что у вас какая-то безнадежная болезнь, если вы думаете, что у вас какая-то сложная ситуация, с которой нет выхода. Выход всегда есть, и он всегда заложен в вас. Если вы начнете, научитесь присутствовать в уму себя, то это будет очень здорово. Вы решение вообще всех-всех-всех ваших вопросов, которые только у вас есть. Вы есть то для себя, что вы можете из любой болезни себя вытащить, из любой ситуации. Вы настолько всемогущие, вы настолько полны любви, только дайте этой любви выйти. И тогда будет вообще все замечательно. Я такое вступление. Очень прекрасное начало, Светочка. Очень оптимистичное, потому что я несколько дней уже со своей подругой под впечатлением. И словила себя в том, что я бессильна. Я абсолютно не знала, чем помочь ей. И я все, что могла сделать, отправила в твое видео. И я очень рада, что вы начали общение, что, Марина, она завтра настроена с тобой уже общаться, заниматься и прорабатываться. И на самом деле все в наших руках, друзья, и в нашей голове опять. Все, как мы представим сегодня, будет завтра с нами. Ну, а Светлана сама еще себе раскрывает в себе талант. И видите, она у нас рисует акварелью. Свет, покажи, что там у тебя сейчас получилось. И как ты можешь... Я могу показать одну из, которая уже закончена, сейчас я другую. Ох, я прямо увидела какой-то особый такой, да, какой-то, я не знаю, энергетический крест, или как это назвать. Как ты бы назвала эту картину? Мандала. Мандала своеобразная. Мандала, крест. Классно. Вот, ну что ж, друзья, я пока не рискую заходить, Светочка, я не рискую заходить в YouTube. Я попробую чуть-чуть попозже, чтобы не сорваться с эфира, потому что я с телефона давно не проводилась. А я могу почитать. У меня тут стоит, я могу почитать, потому что у меня... Замечательно, я просто... Да, сейчас в отъезде. Хорошо, хорошо, давай. Пожалуйста. Там тоже у меня зарядка уже на исходе, никак не заряжается телефон. Так, зачем эта тема? Давайте про автономию. Ребят, автономия – это же про счастье, про любовь и, наверное, в первую очередь про здоровье, поэтому... А почему вы думаете, что тема наших заболеваний, она не актуальна? Что для вас автономия? Автономия – это и есть то состояние, когда вы вне зависимости от своего физического тела, когда вы можете заниматься своим любимым делом, не думая о том, что рука болит, нога болит, желудок болит, что-то еще болит. Это же именно про это. И поэтому первый этап, наверное, первое становление себя – это когда вы восстанавливаете свое физическое тело. И после восстановления своего физического тела, тогда ваша голова более становится свободна и готова вас вывести в эти автономные состояния, которые уже идут через... уже не через голову идут. Так, мне кажется, если пить, то что-то жирное, натуральное, но не воду. Может, нет вообще никаких раковых клеток, великий обман. Раковых клеток как таковых нет. Нет, у нас есть клетки, и просто у нас некоторые клетки на фоне именно вот этой сдавленной пружины, которая внутри нас, на фоне того, что мы не можем реализовать себя, не можем вытащить какую-то проблему наружу, обиду наружу, еще что-то. И клетки наши ведут разным образом. И некоторые клетки ведут таким образом, что у нас вызывают раковое заболевание. Что такое раковое заболевание? Это беспорядочное отделение клеток больных. И именно на клеточном уровне это проще всего нам воздействовать на самого себя. Поэтому тут такой вопрос, что насколько они раковые, насколько мы их можем хоть как-нибудь грипповые, ковидные, еще какие-то. Насколько мы в ладу, да, вот это какая-то такая серьезная диагностика уже сразу показывает, да, уже насколько мы живем в ладу со всеми своими, да, клетками, органами и паразитами даже. Хорошо, Светочка, есть ли еще вопрос? Я сейчас буду заходить тоже на это. Увеличение осознанности приводит к движению в автономии. Ну, когда вы, вот это вот увеличение осознанности, конечно, приводит, но автономия, это же в первую очередь автономия сознания. Я же это уже не раз говорила. Это не говорит о том, что если человек не ест и не пьет, то это автоном. Он может просто голодать. Причем он может голодать достаточно длительное время. Но не быть в состоянии автономии, не быть в сознании автономии, а именно сознание автономии, оно иное. Там, получается, у вас иные другие процессы идут. Они более яркие, они другие. И, конечно же, когда вы начинаете получать другие эмоции не от еды, то у вас она, ну, как минимум минимизируется, да, до скольки-то там раз в неделю. Вам уже не захочется завтракать, обедать и ужинать. Вам не захочется даже один раз в день кушать. Потому что это для вас уже будет не настолько интересно. И постепенно, как мне кажется, что она, наверное, и отвалится. Зачем она вам тогда нужна будет, если вы получаете эмоции абсолютно от другого? Очень так. Каждый вечер собираюсь зайти на сухие дни, но каждое утро кормлю родных и сама. Хотя опыт есть 7 дней и уверена в пользу правильного питания. Благодарю за вашу вкладку. Наталья, а тут дело еще в том, что вы со своими близкими, когда они кушают, это говорит о том, что вам нужна какая-то поддержка. И сейчас же очень много чатов, очень много каких-то там марафонов, открытых, закрытых, платных, бесплатных. Если вы хотите, вы можете же найти себе единомышленников и с единомышленниками заходить в сухие дни. Я могу сказать, что 22 числа в понедельник мы с ребятами заходим опять. У нас будет пятидневный марафон в закрытом аккаунте. И у нас там Римочка будет свою практику преподаст с удовольствием, с огромным. Настена у нас будет свою практику преподавать. На вопросы мы будем отвечать. Скорее всего, будет два эфира в день даже будет. И постоянная поддержка ребят в телеграм-чате. Присоединяйтесь и заходите с единомышленниками. Это здорово, когда вы постоянно на связи, друг друга поддерживаете. Тогда намного проще идти. Это в понедельник, да, заход? Да, 22-го. Хорошая новость. А то я тут непонятно, на каком питании в санатории. Хорошо, хорошо. Хорошая новость. А я теперь могу только зачитывать в зуме, потому что одновременно с телефона идёт звучание такое. Я вообще, конечно, сейчас попробую. А я буду этого давать из зума, а я открою. Да, вот сейчас вопрос зума, друзья. Сейчас, минуточку. Светочка, как меняется твой позвоночник? Выравнивается ли? Двигаются ли кости? Раскрываются рёбра? И как походка? Меняется ли походка? Ну, я, наверное, скажу, что мне всё-таки сложнее оценить себя. Это, наверное, как-то со стороны будет более проще. Это первый момент. И второй момент я уже рассказывала. У меня тут было такое, что меня защемило под левой лопаткой очень сильно. Я думала, что со мной вообще такого не случится. И я поехала. Я поехала как-то право, и он меня всю посмотрел и говорит, но я могу сказать, говорит, что в таком возрасте, чтобы кости стояли на своих местах, говорит, это редко такое бывает. Вот это всё максимум, что я могу сказать. Но это я была первый раз в жизни. Я не знаю, это на автономии что-то выровнялось. Или просто у меня само по себе так оно было. Не могу сказать. Но хочу сказать, что вот я сейчас с Настей занимаюсь в её закрытом клубе. И некоторые упражнения мне даются так достаточно тяжело. Но мне это очень нравится. Но нет такого, что ты перешёл на автономию. Ты весь прям такой гибкий и лёгкий стал. Ты всё равно... У тебя открываются каждый раз какие-то новые возможности перед тобой открываются. А воспользуешься ты этими возможностями или нет, это зависит только от тебя. Это не автономия. Всё равно мы же остаёмся быть людьми. Поэтому нет такого, что ты стал автономом, и всё, и ты стал волшебником каким-то. Ты остаёшься человеком, который по-иному начинает пользоваться теми возможностями, которые тебе предоставляются каждый раз. Мне кажется, вот здесь ещё есть вопрос от Александра. Динамику нагрузок на велосипеде. Расскажите, Светлана, и также беги или ещё что-то в разрезе динамики чистых дней. Легче и больше нагрузка? Вот сейчас идёт. И потребность, вот дописывает, да, Саша. Потребность, да, потребность больше, потому что энергии становится больше, и ты понимаешь, что тебе нужно её куда-то, куда-то нужно деть. И поэтому потребность, конечно, больше, динамика какая. Ну, я не могу сказать, что прям как-то сильно изменилось. Но у меня, когда нет ветра, потому что в ветреную погоду очень тяжело кататься. Когда нет ветра, то я от 30 до 60 километров как бы с удовольствием прокатываюсь, если у меня есть время, и нет ветра. Вот. И дополнительно какие-то упражнения ввожу, если у меня, опять же, есть время, потому что очень загруженный график, и сейчас вот я осваиваю потихонечку гвозди с огромным удовольствием. Ага, это мне радостно слышать, хорошо. Гвозди, гвозди с этого места и поподробнее. Что сделалось, какие у тебя ощущения? Ну, мне Рима такой, так скажем, такой маленький вводный курс ввела. Да, для моего осознания как бы там было так немножечко, но я думаю, что мне этого хватило, чтобы осознать многие вещи, которые происходят, как они происходят. И у меня сейчас нет прям таких больших результатов. То есть я не могу стоять по 40 минут, по часу. У меня буквально по немножко, там по 3-4 минуты. Но это те состояния, которые я раньше не могла получить, но занимаясь каким-то другим видом спорта. Но это даже со спортом-то не сравнить. Это что-то другое. Это выход за пределы ума. Да. Какое пределы. Да. Это классно, ребят. Если кто-то хочет попробовать, если кому-то интересно, то пробуйте. В больших городах прям есть, я знаю, что такие залы, куда ты приходишь, там тебя прям с тобой ведут, с тобой стоят, что это не просто там, что ты по интернету с кем-то общаешься. Это круто. Если бы у нас такое было, я бы, наверное, тоже сходила бы на пару занятий с огромным удовольствием. Но мне нравится. У меня младший сын начинает стоять на гвоздях. Ему тоже нравится. Я подготовлю это дело, потому что мы обучались, и мы как раз и на онлайн обучились, как это делать. Просто время нужно выбрать и заняться. Вообще прекрасно. Ребят, вы знаете, что-то я как раз это вот говорила. Все, что больше пяти секунд, это уже как раз-таки работа выхода за пределы ума. Потому что до тех пор, пока сигнал идет от стоп до мозга, вот это время как раз и есть, что человек стоит, пока он в неосознанности. Остальное время он уже все не может, потому что тут же сигнал идет, это больно. И у человека теряются вот эти этапы, которые, Светочка, я тебе прислала в описании. Да, ты это слушала? Да, конечно. Вот этот момент, что если уже, ну там, у некоторых и двух секунд даже достаточно, чтобы досюда дошло до головы, потому что человек уже заранее боится. Если у человека намерение и такое твердое намерение, то тогда он, если уже больше пяти, десяти, пять, десять секунд постоял, то это уже работа, все, человек в моменте здесь и сейчас. Да, там ни о чем не думаешь, когда вот первые разы вот это все происходит. Поэтому если ты стоишь уже две, три, четыре минуты, как ты говоришь, что это, это хорошая работа, поздравляю, Светочка. Прекрасно. Ну что ж, давайте, смотрите, с нами здороваются, хорошо. Всем привет, Лена, здоровается. И я тут же еще пока пользуюсь случаем, пока меня тут даже никто не застал врасплох, видите, время работает и пространство работает на нас. Итак, значит, Светлана, очень интересно ваше мнение об очищении кишечника перед входом на чистые дни и клизмах в период чистых дней. Ну, у нас опять повторение мать-учения, но пару слов, пожалуйста, Светочка, все равно. Ну, если вам хочется, если вы чувствуете психологически, физиологически, что вам это будет удобно, вам с этим будет легче заходить, то, пожалуйста, но мне не нравились клизмы, мне не нравилось отчищение кишечника. Для меня это выглядело как стресс для организма перед стрессом для организма. Поэтому я как-то вот к этому очень спокойно отношусь. Но если вам действительно это нужно, то почему бы и нет? Замечательно. Может быть, по чередуем, ты там в Ютубе посмотришь. Давай. Автономия – это разумность человека. Да, Жанночка. Так. На автономии даже особо и мыться не надо. Организм сам себя чистит. Все эти шампуни, крема, химия, в магазине не нужно ничего. Или почти ничего. Ну, ребят, потом очень сложно, на самом деле, мыться теми продуктами, которые идут в магазине, если это не ручной работы. Они очень сушат, очень чувствуются, очень сушат кожу. Прямо бывают моментальные высыпания. Поэтому мне становится все сложнее и сложнее, наверное, найти то, чем бы я хотела, если хочется сполоснуться. Поэтому, да, такой вопрос. Нужно искать именно те продукты, которые идут именно ручной работы. Потому что остальное – очень сильная реакция организма идет. Привет, дорогие. Подскажите, какие у Римы инсайты и подвижки в автономии после марафонов света? Что поменялось? Римочка, это к тебе вопрос. Я включаюсь, да, да. Очень приятно, да, что есть и мне вопрос. Ребят, ну, на самом деле, так сильно отслеживаю, насколько люди подсажены. Просто есть разница теперь с другими, как будто бы уже сверху такие или сбоку глаза идут. Насколько идет, вот насколько люди зомбированы. Особенно здесь, в санатории, где я нахожусь. Ребят, ну, просто вообще, знаете, как это? Слоны идут на север, да. Во время утра такое все такие бум-бум-зомби. Они только успевают проснуться. И, естественно, никаких практик, ничего. Это они просто встали и такие думают. Уже в обед, и так же на ужин происходит. И, знаете, когда я тут разговаривала, у меня есть двое знакомых. Здесь завелись у меня друзья, так скажем. Вот, подруга и один друг мужчина. И когда я им сказала про то, что вот у меня есть такая практика, и что я веду эфир, и что сегодня это будет, про Свету рассказала. Значит, мужчина просто вообще, он просто сел и говорит, это невозможно. Без воды же мы не можем даже больше там одного дня, он, по-моему, сказал мне. Вот, я говорю, ну вот ты посмотри, я тебе скину ссылку, возможно. А на что он мне через несколько часов ответил, что нет, мне это неинтересно, я все сам знаю. Вот, я говорю, ну, наверное, потому как кто прав, кто виноват. Ну, кто прав, кто не сильно прав, можно судить. А потому какие ситуации в жизни складываются. Потому что я услышала, какие страшные ситуации у него были в жизни по всяким несчастным случаям и по здоровью и так далее. Вот, и люди не делают выводы. Я просто уверенно говорю, что я знаю, что он никогда не посмотрит эти эфиры. Вот, я хочу, чтобы другие поняли, насколько мы сидим в этих программах. Вот, относительно других инсайтов. Вы знаете, я пока, я еще с Таро картами подружилась параллельно, как раз после вот этого всего. Ко мне зашли просто они в руки карты, Таро. И мне сейчас интересно, я проживаю каждую карту. Осталось три карты из 21 из самых главных арпанов. И я сейчас очень... Они, знаете, идут на опережение. Я знаю, что у меня эта карта будет завтра, а вечером она уже начинает работать. Следующая карта. Карта следующего дня. Мне так это интересно. Вот, поэтому пока насчет карт, вот этих всех вот тонкостей я не могу сказать. Но насколько идет... А, я стала так все слышать, это невозможно. Представляете, я уже... Я думала, что это совпадение. Я слышу телефонные звонки, вибрации у соседей, от соседей. И вообще, ну, то есть, может быть, это выше где-то, или это где-то за стенкой. Но кроме меня никого нет в квартире, когда я там дома. И я слышу постоянно вибрации телефонов. Потом я тут слышала тоже разговоры детей и так далее. И я еще спросила там свою подругу, ты не одна? Она говорит, одна. А в итоге, оказывается, у нее сын. Но она почему-то сказала, что она не одна, потому что она думает, что из взрослых никого нет. И к тому, что у меня усилился слух и, как это сказать, предвидение завтрашнего дня, вот это, благодаря картам. Это я точно могу сказать. Я не знаю, что из этого выйти, но я специально не пошла обучаться на аторолога. И 10 лет я отказывалась от этого. А потом они мне просто сами зашли. Кстати, я приземлилась, когда из Москвы. Был марафон у нас, Света, вот этот, да, по депривации. Нет, первый марафон у нас был по возможности меня. И вот я прилетела в Краснодар, и я почему-то решила проехаться по магазинам. И когда я не смогла, не захотела купить то, что я хотела, я просто оказалась вот в этом аэровидическом магазине. И пройдя, купив благовоние, я увидела вот эти карты. Их было очень много. И именно эта колода ко мне зашла. Я просто удивляюсь. То есть колоды классические. Первая карта, карта Тара, которые были изобретены, это как бы, я не знаю, как слово подобрать, вышли в свет. И эти карты, ну, я не знаю, они прямо у меня оригинал. То есть вот этот продавец, он сказал, что вот вы выбрали как раз-таки оригинал. Другие карты были как-то неоригиналами. Вот. Так что я, наверное, какой-нибудь эфирчик сделаю, когда смогу структурировать то, что у меня относительно на моих карты. Ну, что ж. Что еще? Ну, вот я говорю, я вижу программу у людей. Это просто вообще. И я понимаю, что многим людям действительно, им, наверное, ничего не нужно даже говорить. Потому что я опять-таки почему-то решила, что общаясь с вами, со всем миром, что и вокруг люди быстро догоняют. На самом деле, если люди, ну, еще в тех вот зависимостях, то, наверное, пока не прижмет. Бывает так. Часто очень люди заходят, пока их не прижмет. Ну, что ж. Я немного, скажем, удлинилась, и я завершаю. Сейчас буду зачитывать вопросик, друзья. Есть хороший вопрос от Лидочки. Лидия спрашивает, что сухие глаза с утра на автономии, днем постоянный песок в глазах, воду не пью. Что делать? Как убрать дискомфорт глаз, Светуля? Ну, это временный эффект. И пока у вас роговица глаза не очистится, это когда мы убираем воду, то у вас как будто бы, вот вы же пользовались, наверное, скрабом для лица. И точно так же у вас происходит сейчас на глазках, когда жидкость уходит лишняя. Вот, то когда вы моргаете, у вас уже вот этот эффект длится уже почти два года. Если эффект такой длится уже почти два года, то у вас они не дочищаются, скорее всего, именно глазки, когда вы выходите с сухих дней. Попробуйте, когда вы еще находитесь на сухих днях, делайте себе лед, в формочках просто лед сделайте в маленьких. Лавровый лист заварите и мята. Лавровый лист, он уберет все воспаление. Может быть, это паразиты. Блин, ребят, я в паразитах как-то, паразитов не очень верю, поэтому я вам не могу ничего сказать про паразитов. Я с ними не дружу. У меня нет паразитов, как таковых, не знаю. Заварите, попробуйте, сделайте лед из лаврового листа и из мяты. Мята, она освежит и прям вот здесь вот делайте, протирайте хорошенечко на сухих днях. У вас не будут опухать глаза из-за того, что будет жидкость за счет лаврового листа. Лавровый лист не даст впитаться, чтобы у вас как бы был отек. А мята, она освежит, и вам будет полегче. А насчет паразитов я не знаю. Это тот, кто про паразитов. Леточка, я хочу уточниться, но я представила, что я себе с мятой делаю. А насколько она, она же как ментоловая, зайдет вот в глаза, например, а на яблоко глазное? Нет-нет-нет, там жечь не будет, потому что там жечь не будет за счет лаврового листа. Он как раз это все, как бы весь этот эффект будет от лаврового листа. А мята, она будет просто холодить какое-то время. И когда у нас холодит, вот эти вот глазные яблоки, либо кожу холодит, у нас начинает вырабатываться наша жидкость намного больше и быстрее. И как раз, когда навека будет вот это вот холодно, и мята потом еще будет свой эффект, там будет сохраняться несколько секунд, то у нас жидкость на глазное яблоко будет выделяться вот эта вот слизь, не слизь, вернее, а вот эта вот оболочка, как она называется, вот эта вот роговица, она будет более... Ну, своя жидкость будет выделяться, и будет проще. Просто у меня была тетенька, которая так делает, ей очень хорошо помогло. Попробуйте, может быть, и вам зайдет. Мята не будет жечь. Хорошо, а пропорция один к одному, да, делает, например, мята? Да, да, да. Ну, ларушка, на самом деле, я заваривала себе как-то ванную, я просто сделала концентрат лаврушки, да, и потом влила в ванную. Вообще эффект обалденный. Я точно могу сказать, что она очень мягкая такая лаврушка, вообще очень приятно. Вот, а здесь я купила еще грязь такой, друзья, я ейская грязь, не, анапская грязь, я же в Анапе сейчас, анапская грязь вместе с глиной. И завтра попробую эффект на лице. Вот, я тоже думаю, что это интересно, если там у кого-то какие-то, ну, с кожей дела. Думаю, что, может быть, мы что-то изобретем. Вообще пора уже что-то открывать, да, какое-то... Что-то... Косметологию для... Косметику, косметологию для автономов. Ой, да, это прям... Вообще, если у кого-то есть прям навыки, таланты и желания, мне кажется, это прям, ну, очень хорошо будет пользоваться, потому что нас становится все больше, а косметики такой все меньше. Да, мне тоже так кажется. Вообще классно было бы. Так что вот, есть возможность подумать, и если что, товарищи, давайте объединяться и сделаем какой-нибудь проект. А что там с вопросиками на ютубе? А шрамы затягиваются на автономию? Да, шрамы затягиваются на автономию, кожа выравнивается, это есть. Так, кстати, волосы нужны для связи с природой. Прислонять их к веткам и к листьям или к дереву, и якобы можно слышать и чувствовать всю природу, но как отработана практика, не знаю до конца. Ребят, тут уже дело не в волосах, вы можете принимать вибрации, когда вы находитесь вне еды, вне воды и вне сна, вы уже можете чувствовать вибрации, которые идут, которые проходят везде, которые нас везде окружают, вы их можете уже принимать телом, не только волосами, то есть это намного больше, чем волосами. И это действительно есть, и мы как раз проводили эти практики с девочками на депривации проводим. Ну, там не только девочки, просто когда Римма была, там были у нас только одни девочки. Такие девочки были просто огонь. Поэтому все это прочувствовали, что это действительно есть, это действительно мы можем поймать, это только нужно развивать. Дайте ссылку на группу. Виктор, если вы говорите про Телеграм, то автоколлстар под всеми видео, он выкладывает вот эти ссылки, можете под любым видео посмотреть, и там они все есть. Как там Ютуб у нас? Пишут вопросы? Читаю. Входите ли вы в туалет на автономии? Ну, конечно, у нас же через кожу, у нас же влага впитывается, и тут в зависимости от того, какой день, там, покупались вы, не покупались. Это все равно все перерабатывается. И да, примерно один-два раза бывает даже. Ну, чаще один раз бывает. Раз мы такие откровения, я думаю, что ты говоришь именно такое. Водяное, да, вхождение? Да. У нас такой час откровений. Вот, ну, спасибо за комплименты, друзья. Девчонки спрашивают там по поводу личика и так далее. Я не знаю. Я как только на эфир выхожу, я начинаю светиться по-особому, друзья. в предвкушении свидания с вами. Ну, и, соответственно, свет любви светин как раз-таки меня зажигает. Что еще там? Какие классные результаты? Римма зажигает. У Римма новые таланты. Классно. Это про Тара, я так поняла. Да, они прям ко мне прилипли, эти карты. Просто прилипли. Это факт. Я вот только сейчас их не взяла, потому что в номере они остались. Я с ними хожу, разговариваю. Подруги у меня одна здесь, другая в Австралии рассказали, как с ними обращаться. И я только единственное, что вот их слушаю, потому что не хочу я по каким-то канонам учиться. Я хочу чувствовать их, и чтобы они тоже мне откликались. Да, ребята, классно. Вообще здесь закрывают, говорят, всегда в девять это заведение, а время без двадцати одиннадцать. Я сижу одна-одинюшенька, аллилуйя. Светуля, что там еще? А тут вопросов больше нет таких. А у нас, знаешь, какой вопрос был в чате? Опять про деток твоих. На каком питании сейчас дети твои, сыновья? Они у меня на обычном питании, они у меня все еды, но у них, если выбирать между фруктами и мясом, то они предпочитают фрукты. То есть у них, наверное, 70% их рациона, это составляет живой рацион, салаты, фрукты и немножечко вареного. Мясо они едят очень редко, но если они хотят, я не запрещаю. То есть они знают, какой продукт действует на их организм, они все это прекрасно знают. И у них это осознанный выбор. То есть если они понимают, что им, например, на соревнования ехать, то перед соревнованием они самостоятельно убирают из своего рациона всю вредную либо тяжелую пищу. Это уже их выбор. Девочка, у них вид спорта – футбол? У них футбол, да. Хорошо. Отлично. И детям 9 и 15, да, у нас? 9 и 14, ага. Отверг, хорошо. Ясненько, ясненько. Что-то у нас еще написали. А вот расскажите про интуицию. Поменялась интуиция? Ну, слово поменялось, наверное, не сильно подходит, а раскрылась, может быть. Ну, тут уже, наверное, я бы не сказала, что это прям интуиция. Тут, наверное, такое... Чувствительность, она обострилась. То есть ты можешь чувствовать, что делает другой, иной человек, любой другой. Ты чувствуешь его. Ты чувствуешь какие-то... Чувствуешь то, что происходит в воздухе у тебя. И за счет вот этой чувствительности у тебя как бы складываются пазлы. И на первых моментах это кажется, что ты можешь предугадывать какие-то моменты. Но это просто наш организм, наш мозг, он собирает эти пазлы, которые ты прочувствовал, услышал, увидел. Почувствовал запах, почувствовал какие-то... Вкус этого воздуха. То есть не продукта, а вкус этого воздуха. У тебя он постепенно складывается вот в этот пазл. И у тебя такое ощущение, что ты на несколько минут, если ты задумаешься, то ты как будто предвидишь какие-то ситуации. Это есть. И если это можно назвать интуицией, то пусть это будет интуицией. Но я, наверное, такой человек, что мне все нужно, чтобы объяснить. И я не делала марафоны до того момента, пока я не смогла как минимум самой себе объяснить, что происходит в нашем теле. И поэтому интуиция как просто интуиция и что-то такое каким-то завуалированным словом, для меня это не совсем приемлемо. И я четко понимаю, как это происходит, почему это происходит, как этот пазл складывается. Да, ты можешь предвидеть некоторые ситуации. И это доступно абсолютно всем. Хороший вопрос такой про затмения. Как ты чувствуешь затмения? Как ты предчувствуешь их? Есть ли такое, скажем, как у, ну скажем, грубо говоря, у животных, если сравнить, которые предчувствуют климатические катаклизмы и вообще природные явления? Как ты чувствуешь? Я на это раньше не обращала внимания. А теперь, да, я сопоставляю некоторые факты. И действительно есть такое, что тебе тело подсказывает, если, например, нет по прогнозу дождя, но я на сегодняшний день, например, четко знаю, что дождь будет. Или там написали, что дождь будет. А я чувствую, что будет ясная погода. Вот это есть. Как это пока объяснить? Как эта чувствительность выражается? За счет чего? Я пока не могу. Но то, что чувствуется, это абсолютно точно. И я могу сказать, что мы уже заметили с детьми несколько раз, как только там я говорю, давайте погуляем, что-то так погулять хочется. Или дети говорят. И мы выходим на улицу, смотрим, и полная луна. Я смотрю, там залезаю в интернет, там что-то, потому что я их не отслеживаю. Действительно там полнолуние, действительно там какие-то вот эти дни. И в эти дни сон уходит, и такое ощущение у тебя идет, что у тебя какое-то внутреннее переформатирование в эти моменты идет. И вот это вот есть чувствительность. От этого, конечно, никуда не деться. Как бы я раньше от этого не открещивалась, потому что я этого не понимала. Но это действительно есть. Да, классно. Ты, во-первых, объяснила до этого про интуицию. И значит, то, что со мной происходит, это что-то подобное, как предвкушение. И тут же я тоже понимаю, что чувствительность идет, но я представляю, какая... Я могу только догадываться, да, какая у тебя. И вот действительно слово переформатирование, оно больше всего может для меня сейчас объяснить вот именно то состояние, о котором ты говоришь. Замечательно, классно. Так, и что у нас еще здесь, друзья? Ага. Вопросики на YouTube подсказывают, появились. Спасибо, ребят. Какие изменения на планете действуют на автономы? Автономы действуют на изменения. Тагир спрашивает. Светлая Светлана, как изменения на планете действуют на автоному? Я бы сказала, наверное, автономы действуют на планету. Потому что люди, которые уходят от каких-то ограничений, наверное, они раскрываются больше в любви. И когда мы раскрываемся больше в любви, тогда вот эта вот светлая энергия наполняется все вокруг тебя. И, конечно же, уже не планета действует на тебя, а ты на планету действуешь. Изнутри. С любовью. Как это сказать? Шедевральный ответ. Потому что на самом деле наши ребята там и тучи разгоняют, и все, что хотят. Если надо, наоборот, дождь вызывают. Вот. И поэтому все больше и больше идет подтверждение. Люди в чате об этом говорят, пишут наши ребята, девчата об этом всегда, что сначала кажется совпадением и так далее, а своим намерением понимаете, вот такое состояние, что да, мы сотворцы, всемогущие люди такие, которые могут именно, как говорится, без ущерба кому-либо во благо всем творить и объединяться. Самое главное, ребята, я прям чувствую это объединение с каждым разом все больше и больше. И вот, несмотря на то, что вокруг меня не так много именно в данный момент единомышленников, и даже находясь в своем городе, но тем не менее, представляете, вот состояние, что мы все вместе, рядом, что нет никаких у нас отдаленных расстояний друг от друга, это клево-приклево. Я вообще рада. Вот, Светочка, ты там не спутаешься в рисунке? Это все по цифрам? Ты у нас все уже, ты у нас даже круче, чем Юлий Цезарь, понимаешь? Юлий Цезарь только что-то говорил, читал и писал, то ты на такие вопросы просто еще, как говорится, в потоке отвечаешь, просто вообще замечательно. Так, что у нас еще? Ну, сейчас я посмотрю, а на Ютубе пока, ой, на Ютубе только, если вдруг, да. А вот тут есть вопрос, конечно, Свет, ну, давай пока твой. Хочу научиться рисовать, как начать правильно, чтобы результат радовал. Купите себе картину по номерам, и у вас результат, он просто шеломит. Это великолепно будет. То есть картина, которая прорисовывается по номерам, определенный номер, определенный цвет, там и, как говорится. А как она правильно называется? Она так и называется, картина по номерам. Провокационный вопрос от Елены сейчас выскочил, я просто не дочитала, но поняла. Скажите, что съели на этой неделе Света и Римма? Счастье, кусочек счастья. Да уж, да. Ребят, я только на марафонах сейчас пока, поэтому меня не считайте, что я такая возвышенная в данный момент. Вот, я была у Светы на марафонах все как надо по режиму нашему, ни едению, ни спанию. Сейчас я жду понедельник, раз уже Света объявила. Так что пока я на таком всеедении, как можно сказать, это, ну как, всеедение мое. Это не значит, что я там бегаю и ем свиней там и барашков и так далее. Все. Я просто говорю о том, что я на своем, ну тут вот я смотрю, что, ну, салатики, слава богу, делают, но так стала сегодня замечать, что майонезик подмешивать начали. Маслица, видимо, дорогая у нас в Краснодарском крае. Вот, поэтому смотрю, да, мандарины, яблоки, слава богу, есть здесь рынок и так далее. Вот такие дела. Еще вижу вопрос. Так, Света, ты у нас поворачиваешься, наверное, на зарядку пошла. Итак, а, ну это что вы съели, я зачитала. Где-то еще. А, да, мы пропустили, Ирочка, вопрос от Ирины. Как быстро победили астму? Ну, Света говорила об этом, ладно. И возможно, только лишь на автономии. Света тоже говорила, что у нее этот способ. Муж-астматик, очень хочет избавиться от болезни, но не представляет, как можно не есть и не пить при этом. Ну, пока муж не будет готов, конечно же, вопросов нет. Но, Светочка, отвечай. Можно пока отвечать без видео, Светуля, если ты нас слышишь. Да, по-моему, ее выкинула, Свету. Вот, ну и пользуюсь случаем соведущей. Действительно, если муж не готов, ни пить, ни есть, то хоть пока пусть перейдет на режим веганства, если он был вегетарианцем. Если нет, то, конечно же, все нужно делать поступенчато, без стресса. Увеличивать больше щелочных продуктов и так далее, друзья. Посмотрите, есть таблица, щелочные продукты, те, которые ощелачивают организм, те, которые окисляют. Примерно соотношение 80 на 20 должно быть у нас в питании. Те, кто еще много кушает или просто кушает. 80 процентов щелочной пищи и 20 кислой. Я люблю утром, может быть, это как раз влияет на кожу. Я пью все-таки то содовую, то перекись водорода. Сейчас мне очень хочется пить теплое, поэтому я пью соду. Прям пол чайной ложки на стакан воды. Вот, пожалуйста. И относительно того, что если питание будет облегчаться, все больше будет сырой пищи присутствовать присутствовать в рационе, то, соответственно, у меня много подруг ушли от рака. И у меня есть даже книга одной из подруг Маргариты Капельянс. У меня, если что, я не знаю, пишите адрес мне, я вам вышлю книгу. Я, как сейчас помню, она за 200 рублей ее продает. Вот, и все, друзья. У нее там прям все пропитание. Она полностью там описана. Брошюрка небольшая вот такая, но тем не менее вы там все найдете, все поймете. Сейчас она цветущая девушка без возраста. И у нее все хорошо. Она сама исцеляет людей. Она занимается тэфо-хиллингом. Вот, поэтому смотрите, если без с едой, то я могу дать ее координаты. Может быть, она с вами встретится в онлайне, конечно же. И так далее. живет она в Краснодарском крае. Так, пользуясь случаем, скажем, всплыло, что у меня есть ее книги. Вот, и что там вы еще говорили, что муж не признает неедение, что он не верит, да, 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 не представляет. Надо хотя бы качество питания, уйти от этих магнитов, от пятерочек и так далее. Да, и хоть один чистый день вот Оля вам подсказывает, да, да, и чистить печень. Абсолютно верно. И мне один чистый день в неделю по итогу трех месяцев только раззадорил психику и патогенку. Ну, вот Света про это и говорит, что нужно заходить на марафон, и правильно. Телефон разъедился, Светочка пишет. сейчас я отвечу, Друзья, сейчас посмотрим, она зайдет или нет. Сейчас я спрошу, зайдешь. Вот, если нет, то мы сейчас завершим в течение нескольких минут. Я просто на правах того, что я могу сама сказать только свой опыт, друзья. Конечно же, за Свету я не говорю. Вот такие дела. И сейчас я дочитаю все-таки. А, ну вот по поводу того, да, вы знаете, когда я заходила год назад, я только в ноябре месяце познакомилась с автономией в ноябре 2020 года. У меня тоже потом шли зажоры так называемые, друзья. Это вообще, я думала, что это не про меня и так далее. Вот. И, знаете, когда мы завершили первый марафон со Светой, я помню ее фразу, она сказала, теперь вы все можете есть, только это будет все по-другому. И так и на самом деле есть. Нет никакой жадности ни к одному продукту, нет никакого вот состояния, что во что бы то ни стало, нужно это съесть. Понимаете? И поэтому я считаю, что нужно пользоваться услугами тех людей, которые уже профессионалы, которые уже прошли этот рубеж и не изобретать этот велосипед и тратить время свое драгоценное. Поэтому, знаете, если у вас есть время на то, чтобы сделать, то, конечно же, у других нет времени, особенно с тяжелыми заболеваниями. Поэтому, когда нет времени, то тогда нужно включить уже оплату. Вы понимаете, да? Вот. Поэтому выбор за каждым из нас. Так, на сегодня Света не будет, завершаем, друзья. Да, хорошо. Если есть у кого-то что-то сказать из того, что были вопросы, из опыта, я приглашаю наших зумовцев, моих друзей. Пожалуйста, зайдите. да, да, с понедельника все начнется, друзья, у Светы авто этот марафон, поэтому списывайтесь с ней, там все будет вам дано, по каким ссылкам что делать, и все, добро пожаловать. Ну, друзья, я хочу сказать, что как вот у меня мое представление было, что минут 40-45 у нас будет такой эфир огонь, я думаю, что он как раз достаточно был хорош, я еще раз повторю, если кто-то, друзья, хочет что-то, детали свои внести из своего опыта, то включайте свои микрофончики, спасибо, Ирочка, вот, и вам спасибо, да, Хельга, вот, знаете, что, если есть что-то сказать относительно сегодняшних вопросов, мои хорошие, включайтесь, хотя бы микрофоны, и у нас еще есть немного времени. Ну, что ж, значит, на сегодня достаточно, иногда лучше недокушать, чем перекушать, и это как раз касается нашей полной темы автономии, друзья, давайте, пусть у нас неделя будет на пережевывании, хорошо, вот, ну что ж, а мы дальше идем в новый день, завтра у нас, между прочим, о чем мы говорим, будет лунное затмение, и до 4 декабря будет особый такой коридор, смотрите новости в Ютубе и так далее, с других каналов об этом, и 4 декабря мы встретим солнечное затмение, так что держитесь, это сейчас время проверок, когда нам нужно во всем сферам жизни сейчас выдержать экзамены, поэтому, знаете, дышите глубже, я как учитель йоги вам скажу, как учитель антистрессовых курсов, дышите глубже, обязательно делайте выдох длиннее, чем вдох, потому что сейчас очень важно не нахватывать вот это экстрессы мы нахватываем, а именно выдыхать, то есть вдох и выдох длиннее, чем вдох, друзья, дыхание наш встроенный инструмент, который подарен нам природой, и все, ложимся на дно, как говорится, создаем вокруг себя гармоничное атмосферство, и все пройдет только во благо, хорошо, всем пока, до новых встреч, мои хорошие, Светочка,